Друзья, всем привет! Меня зовут Кирилл Рыбасов, я президент компании Мультифинанса, также руководитель проекта Академии Страхования Мультифинанс. И в этом видео я вам расскажу о том, как же на автомобилиста, на каждого из вас, кто владеет машиной своей и страхуется по САГО, повлияют последние изменения, которые вступили в силу 28 апреля. А это изменение связано с тем, что теперь у нас в России возмещение по САГО будет в большинстве случаев именно производиться ремонтом. То есть если раньше мы после того, как попадали в аварию, могли получить деньги, хоть и не очень большие, не так, как в Европе, то сейчас мы даже этих денег не можем получить, мы будем получать деньги именно непосредственно ремонтом. Я, конечно же, прекрасно понимаю, что этот закон сделан именно не для клиента, не для удобства клиента, этот закон сделан под страховые компании. Я не знаю, почему, друзья, вот я честно не знаю, бейте меня ногами, руками, я не знаю, почему просто взять и не сделать в нашей стране, в России таким образом, чтобы в убыточных регионах просто поднять территориальный коэффициент. Чтобы вы понимали, на сегодняшний день, например, в Республике Дагестан территориальный коэффициент составляет 0,5. В Петербурге он 1,8, в Москве 2, в Мурманске 2,1. То есть разница в цене только за счет этого территориального коэффициента может быть в 4 раза. То есть страховка, например, в Дагестане стоит 3 тысячи рублей, а эта же страховка в Петербурге будет стоить, такой же водитель, такая же мощность автомобиля может стоить, например, 12 тысяч рублей. И, в общем, вместо того, чтобы поменять эти территориальные коэффициенты, был придуман такой хитрый финт ушами. Теперь давайте-ка мы будем восстанавливать не деньгами, ну, то есть платить не деньгами, а будем восстанавливать ремонт. В общем, в конечном итоге понятно, что именно эта законодательная инициатива, она приведет к тому, что убыточность у страховых компаний поменяется. Ну, почему? Давайте обсуждать. Давайте этот вопрос обсуждать. Ну, первое. Конечно же, страховые компании получат сейчас дополнительное преимущество, дополнительную скидку на ремонт, на станции установительного ремонта. То есть они либо свои станции создадут теперь уже, да, и будут 100% учредителями, и будут туда большинство своих клиентов загонять, либо они отожмут у станции восстановительного ремонта максимально выгодные для себя условия, потому что у них будут колоссальные объемы теперь проходить. То есть раньше страховые компании этого объема не имели. Они выплачивали деньги, и дальше они не знали, куда тратят клиенты свои деньги. А сейчас это все будет проходить через них. То есть фактически страховые перестали быть страховыми компаниями, они стали... Вот революция у нас прошла без единого выстрела. Я не зря, кстати, вам на фоне Авроры записываю этот видео. Действительно, без единого выстрела, хоть Авроры был выстрел, а у нас без единого выстрела произошла так называемая революция. И страховые компании, большинство, которые занимаются именно продажем обязательных видов, перестали быть страховыми компаниями, они стали теперь продавцами станции восстановительного ремонта. Почему? Потому что денег теперь не будет, будет вот ремонт. Так вот, я к чему? Что, естественно, клиенту эта вся штука будет невыгодная, но первое, на чем сэкономят страховые компании, это на ремонте. То есть они отожмут для себя великолепные условия. И если, например, у нас было 10 тысяч рублей в кармане, мы приходим на станцию восстановительного ремонта и говорим, ребята, а давайте-ка вы нам там, мне крыло почините. Он говорит, да, без проблем, 10 тысяч рублей. Для нас это будет стоить десятка. Для страховой компании это может стоить пятерка, шестерка и так далее. То есть меньше, дешевле. Это первое, на чем выиграют страховые компании. Второе, на чем выиграют страховые компании, вы не поверите, что большинство из вас не пойдет ремонтироваться на станции восстановительного ремонта, на СТО, не пойдет ремонтироваться. Почему? Потому что либо царапина будет небольшая, ну, допустим, вы чиркнулись где-то там, ну, на двадцаточку, да, там, максимум. Надо идти восстанавливать крыло. Чтобы поехать восстановить крыло, вам надо поехать в страховую компанию, там получить все эти документы, написать заявление, потом согласование на ремонт, поехать отдать свою машину ремонт. Она будет несколько дней, а может и недель, а может даже и все там 30 дней, как по закону, ремонтироваться. То есть ремонт небольшой, а машина у вас стоит без ремонта. Поэтому большинство, кто каждый день ездит на работу, кому машина там нужная, они там, я не знаю, очень плохо себя чувствуют, когда даже домой идут спать, а машина там стоит без них несколько часов, они уже себя дискомфортно чувствуют. А если вам придется отдать там на ремонт эту машину на 30 дней, то вообще это будет очень плохо и дискомфортно для вас. Поэтому вы, скорее всего, не пойдете отдавать эту машину в ремонт, а, соответственно, деньгами вам никто платить и не будет, даже если вы там хотите пол цены, треть цены и так далее, и так далее. Нет, вы просто ничего не получите. Нет ремонта, нет ножек, нет мультиков. Поэтому, получается, страховые компании на этом сэкономят. Но самое интересное, для чего нам всем это рассказывали, для чего вообще это все происходит и делается, а делается это ровным образом для того, чтобы побороться с мошенниками. То есть у нас не мошенниками, а с юристами. То есть так страховые компании плакали, что у ее и ай-яй-яй, как же так, что же делать. Получилось так, что у нас в России очень много юристов. Эти юристы берут, перекупают у клиентов. Ну, например, вы попали в аварию. И, соответственно, можете здесь на месте или там в ближайшие несколько дней получить у юриста приблизительную сумму вашего ущерба. А они дальше уже получают право требовать со страховой компанией деньги. И они начинают с ней судиться, начинают там высуживать себе всякие неустойки и так далее, и так далее. И действительно получают много за это денег. И вот основной был посыл страховых компаний в том, что уй-ой-ай-яй-яй, юристы нас отжимают, помогите, спасите, давайте восстановительный ремонт. Понятно, что на самом-то деле страховым компаниям просто надо было платить всем вовремя и качественно. И тогда бы проблемы через юристов не было. Проблемы возникли именно потому, что страховые компании платили плохо. В том числе и компания Росгустрах, которая из-за своей политики... Какая была политика у компании Росгустрах в последнее время? Это заплатить по ущербу меньше, чем есть на самом деле, заставить клиента пойти в суд. И если клиент пойдет и напишет досудебную претензию или уже действительно в суд подаст документы, то они, ой-ой-ай-яй, мы все поняли свою ошибку, давайте мы вам заплатим. И в итоге получалось, что из 10 человек только один шел в суд и, естественно, они на этом очень много зарабатывают. Вот 10 клиентов, 9 клиентов они платили копейки, а 10 они платили полную стоимость, но, соответственно, он обращался в суд. Этой ситуацией воспользовались как раз-таки компании, которые занимаются, ну, то есть юридические компании, да, которые занимаются вот этими вопросами и, естественно, они начали отжимать и в 10 случаях у Росгустраха нормальное возмещение и плюс его там штрафовать за все эти пенни, взять все эти вещи, сверху с него зарабатывать. И в конечном итоге получилось, что та политика, которая была у Росгустраха, 9 человек посылаем с маленьким убытком, да, привела к тому, что Росгустраха – миллиардные убытки. То есть компания получила миллиардные убытки, а другие, естественно, потихонечку начали перестраиваться, начали платить и оказалось, что когда ты платишь правильно, когда ты ничего не придумаешь, в большинстве регионов действительно сага становится убыточным. Почему? Ну, потому что в Дагестане 3000 рублей страховка стоит, а в Петербурге 12. То есть ты 3000 рублей положил, а 400 потенциальный можешь получить, да, то есть это, конечно, ну, действительно очень-очень мало. Поэтому надо было что-то с этим сделать, и вот придумали в том числе это натуральное сага, натуральное возмещение по сагам. Ну и еще какой фактор, опять же, мошенники, то есть четвертый фактор, для чего вводился, то есть защита страховых от мошенников. То есть если сейчас они могут там специально сделать какую-то автоподставу одной машины и, соответственно, она там помята, эта машина, да, разбитая машина, там, Мазда, тройка разбилась, ой-ой-ой-ой, ее показывают страховой компании, она смотрит, ой-ой-ой, да, действительно выплачивает, машину не ремонтируют, перебивают там вин номера и так далее. Эту же битую машину идут, страхуют в какой-то другой страховой компании и опять ее же показывают как разбитую в этой страховой компании. Понимаете, да, то есть осмотр по ОСАГО не нужен, берет человек битую Мазду тройку и, соответственно, ее в каждую страховую компанию страхуют и в каждой страховой компании говорят, это была ситуация по ОСАГО, давайте мне денег. То сейчас получается, что эту Мазду придется отремонтировать, да, то есть если она даже и была битая и не была застрахована, то, например, ее ремонтируют в какой-то страховой компании, она уже целая, смысл ее бить и заново потом пойти делать ремонт вообще никакого нет. То есть в конечном итоге, да, понятно, что многие битые машины, которые сейчас там разрушены непонятно в какой ситуации будут, могут быть мошенническим образом восстановлены за счет страховых компаний, но в дальнейшем получается, что все они будут отремонтированы и большой возможности застраховаться по вот такой мошеннической схеме у страховых компаний, ни у страховых, ни у мошенников не будет, и они, соответственно, перестанут приносить там колоссальные убытки страховым компаниям. Да, эти все факторы сделаны. То есть да, в данной ситуации получается все прекрасно. Страховые компании действительно от этого выиграют. Но мы-то от этого не выиграем. То есть мы, как клиенты, как автомобилисты, мы от этой ситуации вообще не выиграем. Почему? Потому что у нас появляется дополнительный геморрой. Ремонт. Непонятно, кстати, где нас будут ремонтировать. Почему? Потому что страховая компания обязана предоставить не одну станцию, а несколько. Но это не значит, что у страховой компании все, например, компании, которые станции восстановительного ремонта в Петербурге есть, они со всеми, с ними подпишут соглашение. Нет. Они подписывать будут соглашение с теми станциями, с которыми выгодно именно им. И, следовательно, мы можем не получить себе ту станцию, где мы там всегда ремонтировались, где у нас там есть знакомые, друзья и так далее, и так далее. В конечном итоге получается, что для нас это дополнительный геморрой. Где и как узнать о том, где действительно отремонтировать свой автомобиль. То есть это проблема. И здесь единственный, единственный игрок этого рынка, страхового рынка, который по-настоящему финансово заинтересован, финансово заинтересован, чтобы дать нам правильную рекомендацию, где сделать ремонт, это страховой брокер или мультистраховой агент. Почему? Объясняю. Те, которые страховые агенты и страховые брокеры уже до этой ситуации дошли, они уже это понимают, как работать надо правильно с клиентами, они будут вам рекомендовать, они будут набирать, во-первых, экспертность. То есть у них будет экспертность. Много людей будет через них страховаться, много людей будет нам рассказывать, где на какой станции произошел, соответственно, как отремонтировали, где хорошо, где плохо. И у них из месяца в месяц, из полгода в полгода, из года в год будет накапливаться вот эта экспертность. Где правильно вам отремонтировать? В Петербурге, в Москве, в зависимости, где вы находитесь, в вашем регионе, где правильно отремонтировать автомобиль. И вы придете к этому человеку с вопросом, скажи, пожалуйста, где же мне застраховаться таким образом, чтобы потом я мог хорошо отремонтировать свой автомобиль. И вот, опять же, единственное, кто финансово заинтересован, правильно дать вам совет такой, это страховой агент и брокер. Почему? Объясняю. Потому что страховая компания не может быть, вы для страховой компании не можете быть постоянным клиентом всю жизнь. Почему? Потому что как только вы получаете какой-то достаточно серьезный убыток, вы перестаете быть интересным страховой компанией. Она сделает все, чтобы минимизировать свои расходы на ваш ремонт, на выплату и так далее, и так далее. Почему? Потому что она дальше уже не хочет вас видеть в своем портфеле, своим клиентом. И, следовательно, она готова потерять вас как постоянного клиента. А страховой агент и страховой брокер нет. Нет, не готов. Почему? Потому что если, например, компания, там, ну давайте, R, компания на букву R, вам, соответственно, отказывает в дальнейшем сотрудничестве или там вам сильно завышает цену, то компания А на букву А, она, соответственно, вас видит впервые и возьмет вас на базовых стартовых условиях, страховать именно вас. А, следовательно, если вы работали через человека, сотрудника, который работает в компании R, да, допустим, вы работали в них, то он уже не как бы он вас любил, как бы он хорошо вас не встречал, как бы он там поклоны вам не выписывал, он все равно вас уже на новых условиях, на вот этих условиях после аварии застраховать не может. Понимаете? А человек, который работает со страховой компанией А, ее сотрудник, он может. Но фишка в том, что поработая несколько лет с ними, вы также можете попасть в аварии, и они также вам не смогут пролонгировать на хорошие условия. А если вы работаете через брокера, то у брокера есть соглашение и с компанией R, и с компанией А. И, следовательно, он, продавая страховку, заработает и на компании А, и на компании R. И поэтому ему важно, чтобы вы всегда приходили именно к нему. Понимаете? И когда он вам будет давать совет, где застраховаться, чтобы хорошо восстановить, где восстанавливать после того, как вы уже попали в аварию и так далее, он единственный, кто в этой сделке финансово заинтересован, чтобы дать вам правильную рекомендацию. Страховая компания? Нет. Не заинтересована. Почему? Потому что если вы уж попали в аварию, то все, она будет минимизировать свои убытки, вы для нее становитесь врагом. Не другом, не братом, не постоянным клиентом, а врагом, который пытается деньги у нее отжать. И она будет здесь минимизирована. Ну, там, понятно, если маленькие страховые случаи может быть и нет, а на больших, естественно, будет стараться, и у нее финансовая заинтересованность сделать так, чтобы свои убытки сократить, а никак не сделать красиво именно вам. Станция техобслуживания? Ну, станция техобслуживания, она очень тяжело вас к себе привязать. Понятно, она может это сделать, но, тем не менее, она сегодня работает с одной страховой компанией, завтра не работает, она работает со страхованием, завтра не работает и так далее, и так далее. Поэтому здесь очень тяжело им вас к себе привязать. И опять же, да, тут все равно стоит вопрос. Они же, вы же не являетесь в данной ситуации их клиентом, понимаете? Клиентам и заказчикам в данной ситуации будет страховая компания. И они будут делать так, чтобы именно страховой компании было хорошо, а не вам. И в большинстве случаев, может быть, те, которые компанией дорожат репутацией, делать хорошо, они и не будут на рынке автострахования работать. Почему? Потому что, ну, просто за такие тарифы, с такими объемами, которые хотят получать страховые компании, им экономически будет это невыгодно, да, в их политике. Следом, останутся только те, которые действительно выполняют условия страховых компаний. А условия страховой компании как можно медленнее тянуть ремонт этот, да, и как можно дешевле, чтобы он получался. Поэтому в этой схеме единственный, кто действительно финансово заинтересован в том, чтобы вам сделать, ну, соответственно, вам рекомендовать станцию восстановительного ремонта, хорошую станцию, это именно страховой брокер. Откуда у него будет появляться эта информация? Она у него будет появляться из, от, соответственно, клиентов, которые уже у него застраховались и получили, и получили, ну, возмещение натурально. Либо те клиенты, которые уже приходят, звонят ему, с ним общаются и рассказывают, а я вот на этой станции ремонтировал, вот эта страховая компания плохая, ой-ой, мне не давайте ее, и вот эту станцию восстановительного ремонта тоже я не хочу, потому что меня там плохо, моего брата, свата и так далее, и так далее. То есть у него, он так как работает постоянно с кучей клиентов по ОСАГО, он и будет обладать этой экспертностью. А если еще в компании работает компания, там, 5, 7, 10 человек, то представьте, какой объем проходит информации и какая большая-большая экспертность на вашем рынке получается. Поэтому, конечно же, если раньше вы задавали себе вопросом, блин, а зачем мне идти к страховому брокеру, для чего мне идти к этому финансовому консультанту, когда я могу поехать там, заехать в красивое отделение страховой компании и застраховаться именно там. Нет, друзья, вам теперь имеет смысл приходить к своим финансовым консультантам или к будущим вашим, не своим, а к будущим финансовым консультантам. Почему? Потому что они будут обладать экспертностью о том, где правильно выбрать, где и как правильно подобрать для вас станцию восстановительного ремонта. Что сотрудники страховой компании сделать не смогут, потому что сотрудникам страховой компании будут сверху спускаться инструкции, куда вас отправлять, какие станции рекомендовать и так далее. То есть станции, которые выгодны именно этой страховой компании. Сотрудники страховой компании, они действуют в интересах своей страховой компании, но не в вашей. Когда вы попадаете, еще раз, когда вы попадаете в убыток, когда вы попадаете в аварию, и, соответственно, вам, вы пытаетесь возместить деньги у страховой компании, вы перестаете быть ее лояльным, постоянным шоколадным клиентом. Ну, мы не говорим сейчас про корпоративных клиентов, потому что там, может быть, 200 машин у вас, да, и тогда восстановить одну машину хорошо несложно. А когда у вас одна машина, и все, что вы можете привезти в компанию, там, квартиру, ВЗР-ку и, соответственно, ОСАГО, они для себя понимают, что проще с вами попрощаться, чтобы дальше у вас не увидеть такого убыточного в своем портфеле, чем пытаться вам там очень хорошо сделать сервис. Вот, поэтому, еще раз повторю, что единственные экономически заинтересованные, финансово заинтересованные давать вам хорошие рекомендации по новому закону, это страховые компании и брокеры, страховые компании, ой, страховые компании, страховые брокеры и страховые агенты, и, ну, мультиагенты, не агенты одной страховой компании, естественно, а агенты, которые работают с несколькими страховыми компаниями. И действительно у них будет экспертность, именно у них, потому что другие страховые представители, например, страховые компании, они будут иметь экспертность в рамках только своей страховой компании, в рамках тех станций, с которыми они заключили соглашение. А страховые брокки, они работают с 10, с 15, с 20 страховыми компаниями и, естественно, они знают полностью ситуацию на всем рынке. Произойдет ли, появится ли у них экспертность такая завтра? Нет, не появится. Но если вы уже сегодня у них застрахуетесь, то попадете в аварию через полгода, футфуту, конечно, мы надеемся, что не попадете, но если попадет через полгода, уже к этому времени у них будет достаточно много информации. Через два года они вообще будут, знаете, как рыба в воде и разбираться, и чуть ли не сами знать, где и как правильно отремонтируют, где там Вася, Петя, какой техник в конкретной станции работает, мастер, да, и, соответственно, может делать вам ремонт. В общем, друзья, я, соответственно, занимаюсь обучением страхованию, то есть у меня порядка на текущий момент порядка 100 страховых брокеров и агентов, которые сейчас обучаются в моем тренинге. Брокер на миллион по всей России и не только на Молдавии, в Казахстане и, соответственно, Украине. Но для чего вам информация? Информация для чего вам, что если в вашем регионе вы действительно не имеете сейчас никакого финансового эксперта, не имеете действительно хорошего такого вам помощника по страхованию, то, пожалуйста, там ниже видео, ну я не знаю даже, может я там ссылочку какую-то дам, можете зайти, оставить заявку, что вам нужен такой эксперт, я кого-нибудь из своих студентов вам порекомендую. Не обязуюсь, что прям я это точно сделаю, но можете попробовать, действительно, если много будет таких просьб, то, конечно, мы поставим на систему и действительно вам будет подбирать. Если там парочку, то, конечно, в частном режиме достаточно легко это все решить. Все, друзья, если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Если, соответственно, есть какие-то вопросы, замечания, дополнения к тому, что я сказал, можете написать в комментариях, мне будет интересно с вами обсудить. И, соответственно, что? Ну и все, и все. А, нет, 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 смотрите, еще какой момент. Общее мое впечатление, общее мое впечатление о том, что действительно в первое время, так как страховые компании еще не проработали классные взаимоотношения с станцией восстановительного ремонта, на рынке будет хаос, скандалы, кипиши и так далее, и так далее. Поэтому не удивляйтесь, что в ближайшее время там по телевидению, в газетах будут репортажи про ОСАГО, ой-ой-ой, ай-ай, как же это ужасно, как же плохо и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому действительно на рынке будет хаос или революция, произошла революция без единого выстрова, после которой появился хаос. И что еще? Да, если вы вдруг хотите вот этот хаос возглавить и хотите на этом заработать, то я также вам рекомендую пройти мой бесплатный тренинг по автострахованию, как, соответственно, на этом рынке заработать. То есть, если вы сами хотите стать финансовым экспертом и хотите на этом заработать, а мотивация и момент сейчас очень классный, то, пожалуйста, приглашаю вас на свой тренинг. Вот теперь, друзья, все. Всем удачи! Меня зовут Кирилл Рыбасов. Пока-пока!